Каждый год в конце лета созревает на полях лен. Издавна любят его на Руси, издавна сеют, хотя вырастет лен непросто, убрать нелегко, обрабатывать еще труднее. Чтобы облегчить людям тяжелую работу, инженеры создали сильные и ловкие машины. И теперь знаменитого русского льна становится все больше. Хотите познакомиться с этим удивительным растением? Тогда давайте отправимся в музей. Здравствуйте, можно посмотреть? Входи, детка. А это что? Что? Тебя как зовут? Алена. Ну, Аленушка, я тебе сейчас вот что покажу. Нравится? Ой, какое красивое. Это платье, Аленушка, в нашем поле выросло. Как выросло? Из зернышка. Неизвестно, кто первый узнал про волшебную силу этих зернышек. Только каждую весну, как только лист березы в копейку выйдет. Начинается чудо. Первый раз я сама это увидела, когда была девочкой. Как ты, Аленушка? Распошу я, 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 пашу 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 я Красные девицы заклинания творили. Выбирали самую рослую, она вставала на скамейку, протягивала руку к солнцу и просила его. Взрастит нам лен такой длинный, как высока я теперь, чтобы мы все не ходили голыми. Начинает расти ленок и сначала ничем от других травок не отличается. В пору белых ночей лен свой рост останавливает. И вот однажды, на восходе солнца, расцвело наше поле синими цветами, теми, что ты на платье видела. К вечеру цветки прятались, а на рассвете вновь открывались. Так цветет лен две недели, четыре зреет, а на седьмую семя лелеет. Семя на племя. А платье где же? Платье? А платье, он уж к стебельке спрятано. Не пытайся стебель не разломать. А вот из земли его выдернуть дело нехитрое. Дело-то нехитрое, но очень тяжелое. За день бывало, так намаришься, спины не разогнуть. Теперь-то все это машины делают. И выдергивают, и расстилают. А дальше путь к платьям, Алёнушка, как в сказке, лежит через огонь и воду. Плевают лен дожди, обжигает солнце. Опускаются на него августовские росы. И снова солнце сушит. Долго лежит лен в поле, пока не станет совсем хрупким и не начнет в руках трещать. Теперь-то разломить его можно, да только чтобы добраться до его тайны, много труда еще нужно. Я сушила, сушила венок, Я сушила, приговаривала, Чебода и приколачивала, Ты удайся, Уж я мяла, я мяла ленок, Уж я мяла, приговаривала, Чебода и приколачивала, Все это мы делали руками. Правда, и в те времена были люди смекалистые, деревянных помощников себе придумывали. Мой беленький ленок, Я трепала, трепала ленок, Я трепала, приговаривала, Чебодами приколачивала, Ты удайся, Мой беленький ленок, Я чесала, чесала ленок, Я чесала, приговаривала, Чебодами приколачивала, Вот и раскрыл ли он свой секрет, Превратился в тонкие, как волоски волокна, Длиннее ни в лесу, ни в поле не сыщешь. Дальше спешить некуда. Зимними вечерами при свете лучины Скручивали льняную кудель В длинную шелковистую нитку. А уж из нитки полотно ткали, Рисунком украшали. Уж я ткала, я ткала, ленок, Уж я ткала, приговаривала, Чебодами приколачивала, Ты удайся, Мой беленький ленок, А я ткала, приговаривала, Теперь такой станок только здесь, в музее, и увидишь. А нитку придут, Да полотно ткут на фабрике. И какие ткани получаются славные, На весь мир знаменитые, Шея из них, что душе угодно. Вот так из маленьких зернышек вырастает лен-ленок, Голубой цветок. Вырастает, Весь мир одевает. Расти ее длинный-предлинный, Чтобы все мы ходили нарядными, Расти таким высоким, Какой я скоро вырасту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин